Дни культуры Татарстана проходят в Москве. Открылись они творческим вечером народного поэта республики Розилия Валеева. А главным событием стал концерт в Международном доме музыки. Его участники, Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством Александра Сладковского, известные татарские музыканты и исполнители. В фойе дома музыки развернулся настоящий татарский базар. Национальные головные уборы, платки, музыкальные инструменты, невероятной красоты куклы. Рядом открылась выставка «Татары России. Фотографии конца 19-го, начала 20-го века». На этих снимках купцы, дворяне, творческая интеллигенция, одетая по последней моде, но сохранившая в своих нарядах национальные черты. Изображение в начале 19-го века было запрещено у татар. И только после того, как Шагабудин Маджане, известный просветитель, выставил свою фотографию в газете, известной, все решили, что раз просветитель сфотографировался, то и можно все. Женщины в последнюю очередь начали фотографироваться. Гала-концерт открыл президент республики Татарстан Рустам Миниханов. Он отметил, как изменилась российская столица за последние годы. «В Москве сегодня происходят колоссальные изменения. Москва является неким примером для других регионов. То, что мы сегодня в республике делаем городскую среду, занимаемся нашей столицей». О богатой татарской культуре продолжили рассказывать на языке музыки. Оркестр республики Татарстан под руководством Александра Сладковского исполнил отрывки из балета «Шурале», «Арии» из оперы «Алтынчечь», сочинения Мансура Музафарова и народные песни. Звучала в этот вечер популярная симфония Назиба Жиганова «Сабантуй», посвященная известному татарскому празднику. Слово самому любимому у дирижера этого вечера Александра Сладковского. Семь лет назад он возглавил оркестр республики и почти поселился в Казани. С тех пор отмечает «Сабантуй» каждый год. Невероятно душевный праздник, очень хлебосольный, с таким невероятным размахом и национальным колоритом, конечно, непередаваемым. И только Татарстану посвящали мелодии в этот вечер. Певица Дина Гарипова исполнила песню о московских просторах, в которой когда-то выступала в столице перед многотричной аудиторией «Одень город». Маргарита Масленникова, Сергей Харламов. Новости культуры.